в фейсбуке тоже выходим в эфир всем прекрасного прекрасного дня всем кто изучает тору на платформе вайкра особенно тем кто помогают распространять тору спасибо вам огромное то есть у вас есть большая очень заслуга в этом потому что те люди которые изучают тору с вашей помощью они как раз как будто бы вы до них доносите свет хорошо значит всем еще раз добрый добрый день надеюсь что видно слышно хорошо и мы продолжаем изучать книгу сад благодарности сад благодарности сегодня у нас 96 урок и мы изучили суть главную суть шмай стрель до молитвы шмай стрель мы изучили главную суть теперь и значит мы переходим следующий у нас молитва это шмонайстры значит напоминаю как устроена вообще молитва в иудаизме когда вообще вся жизнь эта молитва молитва это взаимоотношения разговор с богом теперь в принципе если ты разговариваешь с богом постоянно это тоже молитва спасибо всевышнему молитва спасибо еще молитва мне не хватает там дай мне пожалуйста это молитва спасибо тебе за то что ты даешь то что есть все это молитва но есть молитва которая называется установленная молитва то есть там молитва которую установили вообще текст всех молитв установили люди Великого Собрания. Это было 2400 лет назад, когда построили второй храм. И в этот момент регламентировали, установили молитвы. Почему, вы спросите, до этого не было? Когда был царь Давид, когда был царь Соломон, первый храм, почему не было текста молитв? Ну, были только вот истории Шмай-Сраэль, были какие-то 10 заповедей, например, произносили в храме. Но во время первого храма был у людей другой, очень духовный уровень. То есть, вот мы сегодня, если посмотреть на секундочку, понаблюдать за собой, за своим мышлением, то окажется, что человек, даже когда закрывают глаза, он продолжает крутиться в огромном информационном потоке, который на сегодня нам вливают через соцсети, телевизоры, общение там и так далее. То есть, ну, в основном идет через СМИ, средства массовой информации. Так они называются, средства массовой информации. Раньше, как была информация переносилась? Пока я не встречу, например, Яну Викторию или Диану Симонову, я и не узнаю, что творится. То есть, мне, чтобы узнать, я только видел то, что вижу, слышу, слышал то, что слышу, и вот все это в пространстве, куда глаз доходит и слух доходит. И вся информация за пределами вот этого вот моего восприятия мира, вся остальная информация, как она могла ко мне попасть. Только если мне, там, например, Шамиль расскажет что-нибудь, вот я узнаю. А не расскажет Шамиль, вот и не узнаю. Что сейчас, и, например, идет пастух, идет он пастух, там, или, там, земледелец. Вот он, значит, идет он за этой лошадью. Ну, вот, и о чем ему думать? О чем ему думать? У него нет никакой информации. У него нет телефона, нет смартфона, нет новостей, нет телевизора, нет радио. Это всего лишь 100-150 лет назад было. И тысячи лет назад. И он, значит, все это время он мог думать только о чем? Он думал только о себе. Ну, что ты о себе можешь подумать? Ну, сколько ты можешь о себе думать? И у него тогда открывалось его внимание, он начинал прислушиваться и приглядываться к тому, что вокруг него. И у них было намного более тонкое ощущение реальности. И когда у человека, вот, то, что сегодня называется медитация, когда человек умеет остановиться и начать наблюдать за своим внутренним миром, в этот момент у него, у кого-то там интуиция просыпается, кто-то услышал голос души, там, и так далее. И вот они были намного более близки к духовному миру, чем мы. Потому что духовный мир, это очень тонкие такие, ну, ощущения, назовем это так. Их можно услышать только в тишине. А у нас сейчас в голове тишины нет, да? И поэтому им не надо было какие-то тексты молитв, потому что у них книжек даже не было. Какие тексты? Ты же не можешь с собой камень носить, да? С выбитыми этими письменами. А у нас сегодня действительно, как был такой великий психолог в современности, Фридс Перлз его звали. Фридс Перлз, основатель диштальтерапии. Так он назвал книгу, в которой он написывал свое мышление, его как автобиография. Эта книга называется «Внутри и вовне помойного ведра». Так он называл. Он наблюдал за своим мышлением и просто описывал, что там у него есть. И когда он выливал как бы на читателя, на странице книги, вот у него было свободное ассоциативное такое изложение того, что он слышит у себя в голове. Да, Марко, шалом в Дубае. Так, Фридс Перлз, он в этот момент назвал это «Внутри и вовне помойного ведра». Вот у нас сейчас голова, куда СМИ льют там огромный объем информации. И дальше человек внутри в этом варится, даже если он остановится. А раньше он остановился, и чем ему заниматься? Молиться. Потом, когда построили второй храм, уже мудрецы ему установили тексты молитв. И, значит, вот есть то, что в Сидуре, в молитвеннике идет как бы, вот, обязательные молитвы, назовем это так. Модеони. Проснулся, надо первое, что сказать, первая мысль. Модеони. Рефанеха. Благодарен я перед тобой. Мэлэ хайвэ кайям. Царь живой сущий. Шейхазар табиниш мадивэ хэмла. Что вернул ты в меня душу мою по милосердию твоему. Раба ему на теха. Велика твоя вера в меня, что ты вернул в меня душу, чтобы я сегодня еще что-то хорошее успел сделать. Потом идут благословения утренние. Мы Всевышнего благодарим за там, ну, где-то, я не помню сколько их, но точно больше двадцати благословений. За все мы по порядку благодарим Всевышнего, благословляем его. Что значит благословляем? Благословение – это чтобы этого стало больше. И мы говорим Всевышнему, благословен ты, когда человеку говорят, я тебя благословляю, чтобы у тебя было. И вот когда мы произносим благословение утреннее, то мы, как бы, смысл их в том, чтобы то, за что мы благодарим, умножилось в нашей жизни и стало его больше. И дальше мы приходим к тому, что основная молитва, декларация, кто я, что я, зачем я, это шма и сраэль. Это, как бы, декларация связи со Всевышним. И каждое утро, и каждый вечер описание, как все работает. И дальше идет, и дальше идет, телеграмм не отключен. Вроде работает телеграмм, да. Вот пишет Елена, что отключен, ну, вроде как, все, звук есть. Телеграмм вроде работает, да. И 64 участника сейчас в телеграмме смотрят. Значит, и потом идет молитва, основная молитва, называется «18 благословений». На иверите это шмона эсре, 18. Или второе ее название – амида. Амида – это она произносится стоя. Значит, это, как бы, ты, вот, как по ступенькам, ты поднимаешься, поднимаешься, поднимаешься к моменту, когда ты во время этой амиды, ты заходишь, как будто бы, в самую святая святых, в, ты заходишь в святая святых, ты заходишь в такой главный бункер, да, главный бункер. И ты стоишь перед царем царей, и вот эта молитва «18 благословений», ее произносят мужчины три раза в день, женщины могут произносить один раз в день. И там идет по порядку, ты там, ну, есть, вот сейчас мы будем изучать, какой ее порядок. И там есть в середине, ближе к концу, есть вставка, которая называется «Шмакулейну» – «Услышь голос наш», «Ашемлкэйну» – «Бог все сильный наш». И там есть личные просьбы, вот именно в этой вставочке. А до этого идет, как бы, идет установленный порядок, за что надо просить. И вот здесь он разбирает, Рав Шаламару, здесь он разбирает эту молитву и говорит, давайте сейчас вдумаемся, а что это за молитва такая, Шмунаэстро, и он по порядку идет. Первое благословение, оно называется «Благословение про отцов». Значит, начинается оно так. Благословение – «Бог всесильный наш» и «Бог отцов наших». Пишет, давайте на русском здесь он переводит, мне перевод не очень нравится, но на иврите сейчас у меня с собой нету, и чтобы не вспоминать, я буду пока по его переводу идем. Значит, он говорит так. Причем, он говорит, есть такой закон, что если ты не настроился и произносил неосознанно первое благословение, и потом ты уже к концу молитвы вспомнил, что ты первое произносил как-то без особого внимания и намерения, ты должен полностью всю молитву молиться заново. То есть это такое вот самое главное. Это благословение начинается словами «Благословение – это Господь, Бог наш, Бог отцов наших». И мы произносим «Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова». В этот момент мы вспоминаем, что святые прадцы с любовью принимали божественность и царственность Творца Вселенной, а это значит, что они следовали путем благодарения, благодарили Его за все. Значит, и когда мы говорим, что Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова и Он Маген Авраам, защитник Авраама, что Бог, благословенный Бог защитник Авраама, Маген Авраама. То есть мы в первом вот в этой вот молитве, мы, когда мы обращаемся к Всевышнему, мы напоминаем как бы ему и себе, ему и себе мы напоминаем, что про заслуги, про отцов, как они жили. Я сразу скажу, вот у меня было большое сомнение, и не только у меня, по поводу одного очень важного аспекта. Вот человек, например, там, Дамир Партнер, он желает каждому получить дополнительно миллион и выплатить с Даку 10% в 100 тысяч долларов. Давай в долларах пусть будет, или в евро, или в фунтах. Заработать миллион долларов и 10% отдать на благотворительность. Хорошо. Теперь мы услышали все, Максим Перенчук, он говорит, «О, классно, меня сейчас Дамир благословил, я сейчас помолюсь, и мне Бог даст завтра миллион долларов, а я 10% отдам на Даку». Теперь становится Максим, начинает молиться. И у меня всегда был вопрос, ведь Всевышний, он же справедливый, Всевышний, он же системный, да, такой, это всесильный. То есть вся система запрограммирована. И я понимаю, если бы там Максим Перенчук, он сделал какой-то поступок такой, там, какой-то мессерутный эфиш, выполнил бы какую-то заповедь, сверхзаповедь, да, если бы он сделал что-то, и как ответ на это сверхдействие, ему с него падает миллион долларов. То есть он сделал какое-то сверхусилие, и, соответственно, он получил за него ответ. Но если, значит, но если Максим просто стал молиться, то почему в этот момент, почему в этот момент, если Максим стал просто молиться, то почему в этот момент, если Максим стал просто молиться, должна измениться настолько структура мира, что он получил ответ на свою молитву. Как это работает? Вот мне было всегда это непонятно. Пока я не прочитал в одной книге Раф Шлома Вольба его звали. Он говорит, что все очень справедливо. Во время молитвы человек меняется. То есть это если просто бы Максим Перенчук просил миллион долларов, то Максим тот, который он был до молитвы, ему в сегодняшний раз не давал миллион долларов. Это честно. То есть это честно. Максиму Всевышний посчитал миллион не положено. Теперь Максим, который помолился по-настоящему, и он во время молитвы произвел вот эту вот свою внутреннюю духовную работу, то когда Максим заканчивает молитву, это уже другой человек. Он уже свой духовный статус он изменил. То есть не то, чтобы он выпросил у Всевышнего то, что ему не положено. Он сам за счет своей просьбы искренней веры, благодарности и того, что он понимает, что все от Всевышнего, если ему удалось все эти вот ступенечки во время молитвы пройти и каким-то образом оторваться от своего привычного существования, да, в котором как матрица, в котором он жил. И он в этот момент за счет веры во Всевышнего, за счет молитвы, он поднял свой интеллект. Он как бы этот интеллект раскрыл, как Равшлова Вольба пишет, что во время молитвы интеллект становится чистый и прямой. И вот он, значит, во время молитвы настолько включился, сосредоточился. Это как компьютер. Он перезагружает свой мозг, и тут он во время молитвы заканчивается молитва, а он делает три шага назад, а он другой. И вот этот другой, если ему реально был нужен этот миллион долларов там для чего-то, и он в этот момент об этом помнил, и действительно для него это было важно, то, возможно, там на небе оно переключилось, и он получает новую реальность. Это касается здоровья, это касается денег, это касается отношений. Человек может пройти реальную трансформацию, и все вокруг него меняется. Я это чувствовал лично в своей жизни неоднократно, и в вопросах здоровья, и в вопросах отношений, и в вопросах финансовых. То есть вот этот вот момент трансформации во время молитвы, это не то, что ты такой же и ты выпросил. Нет. За счет молитвы ты меняешься по-настоящему, ты меняешься, меняется мир вокруг тебя. Меняется мир в тебе, меняется мир вокруг тебя. И вот, значит, первое благословение, мы говорим, Бог Авраама, Бог Ицкака, Бог Яакова, защитник Авраама. Мы вспоминаем трех праотцов, которые про них прямо в Торе. Вся первая книга Торы, она посвящена в основном Аврааму, Ицкаку, Яакову, как они жили. Это праотцы, они, мы знаем о Боге, весь мир знает о Боге благодаря Аврааму. То есть, все вот эти вот ислам, христианство, иудаизм, это называется авраамические религии. То есть, Авраам является основателем в мире знания о Боге. То есть, большая часть мира, которая верит в Бога, Творца Мироздания, узнали об этом от Авраама. Ицкак. Дальше пошло от Авраама, пошли Ишмаэль, от Ишмаэля пошли арабы, от арабов, потом они вспомнили, вспомнили, чему Авраам обучал Ишмаэля. И во времена пророка Мухаммеда он, значит, восстановил ту веру, в которую верил Авраам. То есть, это не новая вера, он просто, то место, вот где они поклоняются, Мека, в Меке, вот этот вот квадратный камень, он очень связан, там есть отпечаток нади, по-моему, Авраама, и это то место, где он обучал Ишмаэля Торе. Теперь, ну, и христианство, понятно, что оно вышло из иудаизма, и оно только, ну, такая, как долгое время оно считалось в самом иудаизме как секта, все считали, что это секта иудаизма, потом прошло разделение, потом еще больше разделение, еще больше разделение, и как будто бы это, не застаясь, что две разные религии, потому что для христианства четыре пятых святых книг это Тора, то есть, письменная Тора, пятикнижие Моисея, книги пророков, Писания, все это святые книги, но потом появился Новый Завет, это, если взять вот по количеству книг, то это где-то максимум там 20-25, ну, даже не 25%, где-то, ну, 25% от всех книг, Новый Завет это 25%, 75% это Тора. А мусульманстве, интересно, у них, они написали Коран свою книгу, в которой пересказана та же история, которая есть в Торе, но книга другая, а в христианстве у нас одна книга Тора и христианские книги, одна книга, кроме Нового Завета. Хорошо, теперь, значит, двигаемся дальше. первое благословение нужно включиться как раз вот в эту вот, в эту реальность, что Бог когда-то соединился с Авраамом, с Каком Яковым, и мы, в принципе, молимся, мы как бы присоединяемся к их аккаунту, по которому они соединились полностью с Богом. Теперь по их, как бы, линии доступа мы идем. Дальше, второе благословение, мы говорим «Ата Гибор», «Ты», «Гибор» это «могучий», да, переводится слово, то, что говорят «Алах Акбар», это говорят мусульмане, это «Элоим», всесильный «Гибор», «могучий», да, «могущественный», то есть вся мощь у всесильного, и, в принципе, мы это говорим во втором благословении «Ата Гибор», «Ты могучий», и дальше мы говорим «Дарующий благо», «Все принадлежит тебе», «Помнишь добрые дела», «Посылаешь избавителя их потомкам ради имени своего». Значит, и дальше идет благословение «Воскресение из мертвых», «Твое могущество вечно», «Ты воскрешаешь мертвых и великой силой спасаешь, поднимая ветер», «Доброте твоей питаешь все живое», то есть второе благословение «Это воскрешающие мертвых», мы как бы присоединяемся, напоминаем себе, что смысл жизни-то, он не в моих просьбах, смысл жизни даже не в моем пропитании, смысл жизни это все не цели, это все средства для того, чтобы, пройдя этот жизненный путь, уйти в духовную реальность таким же осознанным человеком, которым ты жил в этом мире. И человек, который отказывается от этого, это как, знаете, променять вечность на что? Вообще непонятно на что. То есть человек религиозный, вообще непонятно, я помню, мы когда-то встречались с, его звали Новоженов, по-моему, какой-то журналист, очень Новоженов, Лев Новоженов, по-моему, да, он был журналист, он меня как-то на НТВ канал пригласил на интервью. Я в Кипеже, в Цицит, все, религиозный еврей, а он еврей, но не религиозный. И он начинает меня там задавать вопросы про религию, и в какой-то момент он говорит, ну как вы вообще вот в это верите? Я говорю, то есть он удивился, типа, что я в это верю. Я говорю, Лев Юрьевич, а я удивляюсь вашей ограниченности. Вот почему вы такой ограниченный человек? Он говорит, в смысле, я ограниченный? А он себя считает, что он интеллектуал, он знает там поэтов, писателей, прозаиков, географию какую-то, может, знает, еще что-то. Я говорю, вот смотрите, вы свою жизнь ограничили вот только интересами вот этого мира, да? Вы от себя, тем, что вы не верите в то, что это объективная реальность Бог, это вечность, это создатель, это творец, но тем, что вы в это не верите, да, вы верите в то, что этого нет. И вы себя ограничили, просто вот, вы говорите, я умру, и у меня не будет вечной жизни. Бога нет, есть только вот эта коробочка. То есть, получается, вы себя ограничивали вот в такой маленький кусочек реальности, точно так же можно сказать, то, что я не вижу, этого нет. Но я же это не вижу, так этого нет. Но это же есть, даже если ты этого не видишь. Или, как человек говорит, я не верю в радиоволны. Ну, что ж ты в них не веришь? А я их не вижу. Но они же есть, ну, мало ли есть, есть. Вот увижу, поверю. Значит, он очень удивился этому, так, ну, мы с ним поговорили, то есть, очень, это вопрос веры. Но теперь, верить в Бога, или верить, что ты обезьяна, это тоже вера. И получается, да, что человек с ограниченными, духовный инвалид, правильно, но он сам себя ограничивает. То есть, тут-то в чем прикол, что это выбор человека. Он выбирает верить в то, что ты инфузория, или верить в то, что ты обезьяна. Нет факта, что человек равен инфузории. Никаких фактов. Даже Дарвин назвал это теория. Ученых есть разные теории возникновения жизни, разные теории возникновения мира. То есть, они даже друг с другом не могут договориться. Вот. Поэтому, все это вопрос веры. Хорошо. Значит, и вот, когда ты начинаешь молиться, мы два, мы два разобрали благословения, что Бог, который Бог Авраама, Бог Ицкака, Бог Яакова, Бог защитника Авраама, и Бог могучий, который все в этом мире делает, и тебе, значит, воскрешающий мертвых. Это уже было второе. Потом есть третья, атака, то, что мы завтра разберем это третье благословение. И дальше, с четвертого, только начинаются просьбы. То есть, три, ты как бы включаешься в это состояние. Эта молитва читается стоя, нельзя прерваться, написано, даже если у тебя вокруг ноги обвелась змея, нельзя прервать эту молитву. То есть, она читается стоя, если ты уже начал читать, должен закончить. И, значит, Амедана называется стоя, не двигаешься, как стоят вот так, вот когда вот так стоят и качаются, это значит, читают эту молитву. Или могут псалмы читать, то есть, псалмы ты можешь остановиться в любой момент, псалмы Давида, это тоже как молитва. Но шмонайсера, если ты уже начал, это ты через вот эти вот три благословения первых, ты включаешься в, как бы поднимаешься в самый главный такой духовный бункер. Ну, образно, бункер, это какое-то слово такое. Ну, вот в главный такой центр управления. И дальше с четвертого начинаются просьбы. Я не знаю, будет ли он все разбирать 18 благословений. Если нет, то есть у нас курс, если вы посмотрите онлайн-бот «Жизнь по Торе», то вы можете прямо конкретно вот зайти в телеграме, в профиле, и там есть ссылочка онлайн-бот «Жизнь по Торе». Это уже такие онлайн-уроки, там есть прямо уроки обучающие. И там есть цикл про молитву. И в цикле про молитву, это как раз делал мой сын, Элишамар Пентусевич, он делал цикл уроков, семь уроков про молитву. Там разбирается подробно молитва. Есть семь уроков моих отдельно, там есть про шма, тоже про молитву, про дзнаку, про шаббат, то есть там есть такие обучающие уроки уже. Сейчас у нас ознакомительные, а есть обучающие. Хорошо, дорогие друзья. Итак, значит, с этим мы пока остановились. И у нас сегодня один урок про из книги «Хэппинес», Равина Зелега Плистина. Значит, из книги про счастье. Сегодня он нам дает такой совет. Моделируй «И зеркаль радостных, счастливых людей». Он говорит, как вы учились все, когда были детьми? Как мы все учились, когда были детьми? Мы наблюдали за своим окружением, за взрослыми, за старшими детьми, за другими детьми и копировали их. Он говорит, все, что есть у человека сегодня, это следствие вот этого способа обучения, который является базовым для всех людей. Теперь он говорит, смотрите, этот ребенок внутри каждого из нас он остался и его можно и сегодня использовать для обучения себя счастью, радости и так далее. Как это сделать? Он говорит, очень просто, зеркальки счастливых, радостных, веселых людей, как они улыбаются, как они ведут себя, как они разговаривают, их манера разговора. Я помню, я так долго наблюдал за Равыцкаком Зильбером, я прям старался, вот он такой был человек, я просто передать не могу. И вот я могу сказать, что я начал у него учиться, мне было тогда, в 2000 году мне было 27 лет и учился у него 4 года, до 31 года. И он оказал невероятное, вот самое большое влияние на меня, осознанное влияние за жизнь оказал именно он. Я очень хотел быть на него похожим в его реакциях, в его отношениях, в его подходах к жизни, прям очень хотел научиться у него. В детстве мы не выбирали кого копировать, мы абсолютно не выбирали. Родители, какие родили, такие и такие есть. Город, в котором мы родились, мы не выбирали, семью не выбирали, школу не выбирали, садик тем более не выбирали, детский садик. И уже к 17 годам человек уже сформирован во всех своих реакциях, во всех своих, там у многих есть детские травмы, которые прямо как микросхема, которые фобии, там вот я, например, да, я в детстве получил фобию публичных выступлений, у меня была постоянная травма, постоянная травма недостатка внимания, например, да, в детстве. Я поэтому, там, чтобы ее преодолеть, я очень хотел внимания, и на этом желание внимания заработал фобию публичных выступлений, потому что, ну, как-то на сцене я сильно испугался. То есть, у каждого из нас закладываются какие-то модели в детстве, которые потом управляют нашей жизнью. Это есть великая книга по психологии, известная, Эрик Берн, «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры». И он говорит, что в детстве человек попадает в какой-то сценарий, и дальше всю жизнь у него этот сценарий проигрывается, пока он его не осознает и не попытается выйти. Но чтобы из него выйти из этого сценария, осознать мало, нужно создать новый сценарий. И вот здесь нам предлагает Раф Зелик-Плискин, он говорит, найдите себе новый сценарий, выберите себе человека, которого вы будете зеркалить, которого вы будете моделировать, у которого вы уже осознанно будете учиться, для того, чтобы от него впитать, с кем поведешься, от того и наберешься. Модель поведения какую? Модель эндмирор, то есть моделируй и зеркаль джойс пипл. Кто такие джойс пипл, кто такие радостные, счастливые люди, все. Это хороший прямо совет, который дополняет понимание Фрейда, Эрика Берна и так далее, что все из детства, все из детства это понятно. Если осознать деструктивные модели поведения, фобии, страхи, понятно. И даже если я попытаюсь из них выйти, тоже понятно, но надо строить, куда выйти. И вот здесь нам поможет этот совет, моделируй и зеркаль людей, на которых ты хочешь быть похож, что поведение тебе нравится. Он говорит, а если ты боишься, скажешь, ну это буду не я, ты в любом случае уже кого-то назеркалил. Если человек учит английский, все будут учить один и тот же английский, все будут разговаривать по-разному. Когда ты учишься быть счастливым и вести себя как счастливый человек, все равно ты будешь вести по-своему и улыбаться по-своему, говорить по-своему, но тем не менее твое намерение и вот этот пример помогут тебе выстроить тебе схему. Все, спасибо, дорогие друзья, всем удачи, успехов, прекрасного дня, чтобы был шалом внутри, шалом вокруг, шалом в душе, счастье, шалом, любовь. И если мы сумеем это построить внутри себя и вокруг себя, то есть надежда, что в мире тоже наступит шалом, радость и Всевышний нам даст возможность пожить снова, пожить снова в мирном, веселом мире, который мы не ценили, к сожалению, вспоминая, до 2014 года, как хорошо было, до 2008 года, в последние годы, десятки лет, было так хорошо и было очень много недовольных людей. И они все были недовольны, хотели лучше. И вот мы сейчас что имеем? Мир вообще просто кипит, горит, бурлит, кризисы, коронавирусы, потому что не ценили то, что было. Так, давайте сейчас прям включимся, поблагодарим Всевышнего, будем ценить, ценить, ценить все, что нам дает на этом фокусироваться и есть надежда, что он нам вернет опять то хорошее, как было. Было-то хорошо, спокойно, хорошо, да, не ценили, не хватало, мало было, мало было все. Вот сейчас, конечно, имеем. Все, выздоравливайте, все, кому нужно выздоровление, самый верный способ благодарить за то, что есть за все хорошее. Обычно какая-то часть болит, основное не болит. И потом, когда через благодарность переходить к тому, что болит, поблагодарите за это. И вот пишет Равшал Аруш, я проверял, наступает облегчение тогда. Все, удачи, успехов, до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова